Девушки отдыхают После 10 часов полета система GPS помогла встретиться бомбардировщику и заправщику без всякого радиообмена. Спустя еще 20 часов Б-2 с большой высоты произвел сброс бомб, управляемых по сигналам все той же GPS. За две недели высокоточными крылатыми ракетами и бомбами была полностью разрушена нефтеперерабатывающая промышленность и более половины оборонных предприятий Югославии, что привело к ее быстрой капитуляции. В этой войне американская глобальная система позиционирования GPS была впервые опробована в реальных боевых условиях. Практически сегодня в мире никто не меряет, не измеряет военную мощь количеством патронов, танков или винтовок. Все смотрят, какие системы стоят на вооружении данного государства. Сегодня только две страны обладают спутниковыми системами навигации – США и Россия. Но если американская GPS получила широкую известность, то о существовании российской ГЛОНАСС долгое время не было никакой информации. В 1967 году по заказу военно-морского флота СССР был запущен первый спутник Цикада. Он стал основой навигации зарождавшегося Советского океанского флота. За 40 лет в космической навигации пройден колоссальный путь от простейших спутников, дававших координаты целей раз в три часа с точностью одного километра, до новейших аппаратов ГЛОНАСС-М, которые определяют координаты для военных целей с точностью буквально до сантиметра. В нашем фильме мы расскажем о неизвестных страницах истории космической навигации, ставшей сегодня важнейшим элементом высокоточного оружия и стратегии современных вооруженных сил. Космический навигатор. 27 октября 1951 года. В специальном выпуске популярного американского журнала «Хольгерс» был обнародован фантастический план нападения на Советский Союз. Обложка этого журнала на долгие годы стала символом холодной войны. Содержание номера потрясло не только обывателей, но и профессиональных разведчиков. Совершенно секретно. 12 ноября 1951 года. Москва. Министру вооруженных сил СССР, маршалу Советского Союза Александру Василевскому. Публикация в американском журнале «Хольгерс» является популярным изложением плана «Дропшот» — моментальный удар, фотокопии которого были переданы агентурой в прошлом году. Возможно, это попытка дискредитации наших источников. Министр госбезопасности СССР, генерал-полковник Виктор Абакумов. Американский план «Дропшот» предусматривал внезапный удар по 200 советским городам и промышленным центрам Европейской части и Дальнего Востока. В связи с этой опасностью советское правительство приняло решение создать внутри страны, вне зоны действия американских ядерных бомбардировщиков, продовольственную и промышленную базу. По призыву партии в 1954 году тысячи молодых людей отправились на великие стройки и целинные земли. С Казанского вокзала уезжали первые добровольцы на Алтай. Следом за ними отправятся в путь новые трудовые отряды молодых энтузиастов. Одной из важнейших задач стала организация производства стратегических ракет в глубине территории страны. В 1959 году в Красноярске-26 на территории сверхсекретного подземного ядерного завода для налаживания выпуска первой межконтинентальной ракеты Р-7 был образован сибирский филиал ОКБ-1, который возглавил ученик и заместитель Сергея Королева Михаил Решетнёв. В марте 1959 года в строительную площадку посетил Никита Хрущёв. Приехал Хрущёв, ему показали, он походил под этой горой, сказал слово, по-моему, грандиозно, но непонятно. Что-то вот такое, грандиозно и непонятно. И дальше на полгода всё остановилось. Для ускорения запуска производства Хрущёв приказал перенести цеха на поверхность и вместо громоздкой «семёрки» приступить к выпуску ракеты Р-14 Михаила Янгеля. Всего за два года молодые конструкторы сумели освоить производство боевых ракет. В декабре 1961 года был назначен пуск первой Р-14 сибирской сборки. В начале 60-х годов стартовый расчёт должен был обладать не только знаниями техники, но и коневодства. Дело в том, что ракету Р-14 к пусковой позиции доставляли на конной тяге. Сегодня инструкции по предстартовой подготовке выглядят забавно. Для установки ракеты на стартовый стол старшая расчёта подаёт команды. Дышла вправо, влево, назад, вперёд до попадания в нужное место. Впрочем, потенциальному противнику было не до смеха. Р-14 имела высокую степень готовности к пуску, могла стартовать из защищённых шахт, а дальность действия позволяла держать под прицелом все американские базы в Европе. Испытания Р-14 завершились успешно. Ракеты, собиравшиеся в Сибири, стали важным политическим позырем в руках у советских руководителей. Во время Карибского кризиса, в обмен на вывод именно этих ракет с Кубы, американское правительство вынуждено было убрать ракетные базы из Европы. Успех молодого коллектива оценили. И в 1961 году филиал ОКБ-1 обрёл статус самостоятельного опытно-конструкторского бюро номер 10, ныне научно-производственное объединение «Прикладной механика». С первых дней своего существования предприятие оказалось в самом центре научно-технического соревнования двух сверхдержав. 20 июня 1962 года в Восточном Берлине после проливного дождя произошло обрушение почвы. И на поверхности показались телефонные кабели штаба советских войск Германии с подключёнными к ним странными устройствами. Совершенно секретно. 12 ноября 1962 года. Москва. Первому секретарю ЦК КБСС Никите Хрущёву. ЦРУ и Агентство национальной безопасности США объединили усилия по созданию надёжных средств радиоперехвата. Нашими сотрудниками был выявлен туннель между Западным и Восточным Берлином, который использовался для прослушивания переговоров советского военного командования в ГДР. Председатель КГБ СССР Владимир Семичасов. В 1962 году Комитет госбезопасности и Главное разведуправление Генерального штаба вооружённых сил СССР поставили перед НПО прикладной механики задачу создать спутник-стрела для безопасной пересылки радиосообщений от зарубежной агентуры, а также ракетоноситель «Космос» для его вывода на орбит. Первая самостоятельная разработка вызвала в молодом коллективе небывалый прилив энтузиазма. Если так сказать, что вот были простои, то мы требовали работы, нам хотелось работать, чтобы мы были загрушены с утра до вечера. Ракетоноситель «Космос» и спутник «Стрела» были разработаны в рекордные сроки, всего за два года. Но в самый разгар работ случилась трагедия. 4 апреля 1963 года в зенитно-ракетной части под Казанию прозвучал сигнал боевой тревоги. По данным радаров, в сторону секретного ядерного центра под Красноярском двигался американский самолёт-шпион типа «Канберра». В памяти ещё были свежи воспоминания о пиратских полётах У-2, поэтому ракетчики ни минуты не сомневались в своих действиях. Позже выяснилось, что операторы радаров приняли за нарушителя обычный гражданский самолёт, летевший из Москвы в Красноярск. Летел нормальный самолёт, летели в самолёте, и вдруг взрыв. Ну тогда же всё было, очень мало информации было, но я помню, что потом было совершенно ясно, что ПВОшная ракета ошибочна. То ли они уклонились от курса, наверное, они уклонились немножко от курса, и она была сбита. И пять человек у нас погибло, наши сотрудники. Несмотря на трагедию, в мае 1964 года первые ракеты-носитель «Космос» и спутники «Стрела» были отправлены на космодром Капустин-Яр. Под испытание сибирякам выделили печально знаменитую площадку номер 41, на которой тремя годами ранее, во время взрыва ракеты, погибло 92 человека, включая первого командующего стратегическими ракетными войсками маршала Митрофана Неделина. Площадка считалась на полигоне проклятой. В день запуска ракеты-носителя «Космос» 18 октября 1964 года сначала отказала система сигнализации клапанов. Затем не сработала аккумуляторная батарея. События словно повторялись. Взрыв в 1960 году произошел при устранении аналогичной неисправности. Был такой, он и сейчас есть, Анатолий Иванович Ушаков у нас. Пускать. Мы посоветовались. Решетнев, я и Ушаков. И Толя говорит, я полез. Ну, понимаете, в чем дело? Даже я могу сказать, что у нас не было сомнений, что надо ему лезть. Вот не было сомнений. Значит, любой ценой ракета должна улететь. Хоть ты улети вместе с ней. Хоть что угодно, она должна улететь. Анатолий Ушаков блестяще справился с опасной задачей. Совершенно неожиданно, руководивший испытаниями Михаил Решетнев, получил из Москвы приказ отложить запуск. Вот тогда на ВЧ вызывали, потому что следили все за этим пуском, с недельской площадки. Ему сказали, отложи. Вместе с генералом Матрёниным, техническим руководителем пуска, Решетнев принял невероятно смелое решение. Провести запуск вопреки приказу. Когда ракета взлетела, в глазах у Решетнева стояли слезы. На банкете по случаю удачного пуска Михаила Решетнева, родившегося под Одессой, сотрудники встретили песней «Одиссит Мишка». В отличие от Решетнева, заместителю главного конструкта Григорию Чернявскому не повезло. Накануне старта ракеты он поспорил на усы, что ракета не взлетит. Тут же на банкете их торжественно сбрили. Однако созданный ракетоноситель серии «Космос» стоил потерянных усов. На Западе его назвали «Огненным деревом». Вот уже более 40 лет он считается самым надежным в мире средством выведения низкоорбитальных спутников легкого класса. Всего через два дня после успешного пуска, второй ракетоноситель «Космос» вывел на орбиту два спутника «Стрела», положивших начало к первой отечественной космической системе связи. Лишь сегодня можно рассказать о том, как она действовала. Восемь аппаратов работали по принципу почтового ящика. Сообщения агентов советской разведки записывались на спутниковых и передавались в разведцентр через некоторое время после прихода в зону радиовидимости. Система оказалась успешной, что определило дальнейшую специализацию НПО прикладной механики в создании многоспутниковых информационно-космических систем. НПО ПМ за годы своего существования, за 47 лет, сделало 40 космических систем. Не спутников, их больше 1200, а систем. В середине 60-х годов самым грозным американским оружием нападения стали атомные подводные лодки, оснащенные ядерными баллистическими ракетами. Их называли убийцами городов. Суммарный зал каждой субмарины в 8 раз превосходил мощность всех взрывчатых веществ и использовавшихся во Второй мировой войне. Совершенно секретно. 10 февраля 1964 года. Москва. Начальнику главного штаба ВМФ СССР адмиралу Николаю Сергееву. Военно-морские силы Соединенных Штатов приступили к разработке космического навигационного аппарата «Транзит». В дальнейшем предполагается создать систему из четырех подобных спутников для определения местоположения кораблей и подводных лодок с высокой точностью. Начальник связи ВМФ – вице-адмирал Григорий Толстолунский. Ведение боевых действий на море немыслимо без знания точных координат. Однако со времен Колумба и до середины 20 века методы их определения практически не изменились. Точности для навигации не всегда могли обеспечить даже астрономические наблюдения, поскольку они связаны с определенными погодными условиями. Когда небо над Атлантикой, допустим, полностью закрыто облаками, то невозможно определить свое место абсолютно, в данном случае, по небесным светилам. Советский флот нуждался в более совершенной системе навигации. В 1965 году у Михаила Решетнева и начальника Главного управления навигацией и океанографии Министерства обороны СССР контр-адмирала Рассохи родилась идея навигационно-связной системы «Циклон» со спутниками, получившими название «Парус». Этот спутник стал для наших заказчиков морских хорошим таким спутником, решающих их задачу. Сразу пролетает он, в одном сеансе корабль определяет свои координаты, получает инструкции, как куда себя везти, чего. Спутник улетел, они дальше поехали по своему маршруту. 23 ноября 1967 года был выведен в космос первый экспериментальный спутник для отработки метода определения координат. Аппарат излучал радиосигнал, по которому вычислялось расстояние до него. Зная параметры орбиты, строилась так называемая линия положения, воображаемая окружность на поверхности Земли, где должен находиться приемник. После повтора операции получалось пересечение, указывавшее расположение корабля на поверхности Земли. Затем эти данные переводились в обычную систему координат. Несмотря на кажущуюся простоту, создание системы шло тяжело. Для охвата навигационным сигналом большей части Мирового океана необходимо было иметь на орбите не менее шести аппарат. Однако у военных не было опыта управления многоспутниковыми орбитальными группировками. Место у пульта вынуждены были занять конструкторы. Ведь управлять – это не машина, которая рулёт, и сразу же она едет куда надо. Спутник пролетает, 10 минут в зоне мы её видим, полтора часа его нет. За 10 минут мы только увидели, узнали, как он себя чувствует, а команды на выправить положение уже не успеваем. Экспериментальные полёты длились более четырёх лет. Постепенно военные набирались опыта, и вскоре конструкторам уже не требовалось постоянно присутствовать на командном пункте системы. Мы отлучались, смотрели дневные сеансы оперы и балеты, которые на вечер никогда не достанешь. Для нас было это очень хорошая культурная программа. Наконец, в 1971 году к запуску был подготовлен первый штатный аппарат. Первый спутник получил оригинальное название. Председатель Госкомиссии вице-адмирал Григорий Толстолуцкий с разрешения конструкторов написал фломастером на борту аппарата имя Наташа, как подарок ко дню рождения своей дочери. 23 ноября 1967 года спутник был успешно выведен на орбиту, положив начало отечественной космической навигации и связи. Появление на флоте первой спутниковой навигационной системы «Циклон» было колоссальным шагом вперед. Штурманы буквально молились на эту аппаратуру. Я помню, как мы трепетно тогда относились к этому, значит, к ожиданию спутника. Все знали, что в такое-то время будет сеанс. Штурман к этому очень сильно готовился. Все курсанты на учебном корабле об этом были осведомлены и очень ждали эту ленточку заветную, где будет написана, значит, широта и долгота. Аппаратура системы «Циклон» была в первую очередь установлена на новых атомных подводных ракетоносцах. Спутниковая навигация повысила безопасность плавания, а также скорость и точность получения данных для стрельбы баллистическими ракетами. Особенно важным условием было получение координат подо льдом. Штурмана изобрели для себя способ такого подлённого приёма сигнала спутниковых навигационных систем. Когда вручную поднимался синтез, это антенна, которая позволяет принимать сигналы спутниковых навигационных систем. Специальным кабелем соединялось антенное устройство с приёмником, и за счёт такого нахождения подо льдом была возможность определить место по спутнику. В середине 70-х годов система спутниковой навигации была установлена на всех крупных кораблях советского БМР. С помощью спутниковой навигации флот стал совершать дерзкие морские походы, сопровождая крупные авианосные соединения Соединённых Штатов. Президенты США один за другим говорят о неправомерности наличия в СССР океанского военного флота. Им хотелось бы вообще закрыть Советскому Союзу доступ в океан. Создание Советского океанского ракетно-ядерного флота, способного решать тактические, оперативные и стратегические задачи в любых районах мирового океана, во многом отрезвило империалистических агрессоров. Несмотря на появление более совершенных навигационных систем, «Циклон» в настоящее время продолжает работать на военных кораблях. Однако система «Циклон» имела целый ряд недостатков. Она позволяла определять координаты только раз в три часа. Кроме того, не могла измерить скорость и высоту объекта. Поэтому в 70-е годы, с началом эпохи высокоточного оружия, она перестала устраивать военных. 24 февраля 1976 года в Соединенных Штатах губернатор Джимми Картер неожиданно победил на первичных выборах кандидатов президента Демократической партии. Одним из козырей его предвыборной программы было возвращение Америки статуса самой мощной мировой державы, пошатнувшегося в связи с курсом на разрядку, взятым президентом Никсона. Накануне празднования 200-летнего юбилея подписания Декларации независимости эта идея нашла благодатную почву в умах американцев. В ноябре 1976 года Джимми Картер стал 39-м президентом США. На первой встрече с Объединенным комитетом начальников штабов Джимми Картер утвердил доктрину ограниченной ядерной войны. Она предусматривала нанесение первого обезоруживающего удара по пусковым установкам ракет и Центром управления СССР и стран народной демократии. Совершенно секретно. 20 июня 1976 года. Москва. Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил СССР, генералу армию Виктору Куликову. В Министерстве обороны США началась разработка глобальной спутниковой системы местоопределения НАВСТА. Она предназначена для навигационного обеспечения эффективных действий стратегических субмарин и атомных авианосцев, а также в качестве устройства наведения высокоточных ракет. Начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР, генерал армии Петр Ивашутин. В 1976 году вышло постановление правительства и ЦК КПСС о создании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. В первую очередь она предназначалась для повышения точности стратегических ракет морского базирования. Однако уже тогда было ясно, что подобная система нужна и другим родам войск. Вторая система, она для всех потребителей, воздушных, космических, морских, наземных, она более сложная. Сегодня, когда навигационные приемники встраиваются в автомобили и даже в сотовые телефоны, трудно представить, насколько сложной задачей было создание подобной системы в конце 70-х годов. Сотрудники НПО прикладной механики разработали более ста вариантов построения ГЛОНАСС. Но окончательный выбор сделал заместитель генерального конструктора Григорий Чернявский. Он попал в больницу. Он взял этот отчет, в котором были рассмотрены море вариантов. Учитывая, что в больнице делать нечего, он провел анализ всего этого дела. И вот из больницы он дал команду, какова структура системы ГЛОНАСС должна быть. Вот та, которая сейчас есть. Высота 20 тысяч, 3 плоскости и так далее. Проект предусматривал создание на высоте около 20 тысяч километров постоянно действующей космической группировки из 24 спутников, получивших название «Ураган». Такая группировка обеспечивала нахождение пользователей в зоне видимости четырех аппаратов, что позволяло вычислять пространственное положение, курс и скорость. ГЛОНАСС должна была обеспечить на порядок большую точность, чем циклоны. Чтобы добиться высочайшей точности навигации, спутник нужно юстировать. Делают это ежемесячно с помощью вот таких уголковых отражателей, сделанных из специального кварцевого стекла. Тщательную обработку поверхности этих отражателей можно сравнить лишь с огранкой алмазов. На каждом космическом аппарате устанавливается не менее 120 подобных приборов. Кроме того, на спутнике системы ГЛОНАСС установлены атомные часы. За 6 миллионов лет они могут ошибиться всего на одну секунду. Для поддержания огромной космической группировки была создана система выведения на орбиту сразу трех аппаратов на базе мощного ракетоносителя «Протона». 12 октября 1982 года первый спутник системы ГЛОНАСС был запущен на орбиту. Так как был готов лишь один аппарат, два оставшихся места в ракете заняли грузмакеты, которые немало напугали американцев. В американской прессе там появлялась очень интересная информация, что русские делают чего-то непонятное. То есть они запускают один спутник и два каких-то секретных спутника, которые молчат, и вот их назначение никак не могли открыть. В ночь с 31 августа на 1 сентября 1983 года над островом Сахалин советские истребители сбили южнокорейский авиалайнер «Боинг-747», который из-за ошибки навигации на 180 километров вторгся в лук территорий Советского Союза. Чтобы в дальнейшем избегать подобных трагедий, правительство Соединенных Штатов приняло решение о предоставлении гражданским службам сигнала секретной системы GPS. Вскоре аналогичное решение приняли и в Советском Союзе. На всех спутниках ГЛОНАСС были установлены дополнительные передатчики открытого диапазона. Впрочем, и в США, и в СССР были наложены ограничения на точность открытых сигналов. Плод человеческого гения — искусственный спутник Земли. Только он позволил решить все проблемы навигации при любой погоде, в любое время года и суток с самой высокой точностью. Если место неподвижного объекта измерять в течение длительного времени, то можно определить его на поверхности Земли с погрешностью до сантиметра. В 1991 году грянул путь, за которым последовал распад СССР. Новое руководство страны недостаточно хорошо понимало значение ГЛОНАСС. Но специалистам НПО прикладной механики все же удалось завершить создание системы. В 1993 году, на два года раньше американской системы GPS, она была принята на вооружение. В начале 90-х годов закончилась холодная война. Горы оружия оказались бесполезными. В США возникла угроза закрытия многих военных программ, в том числе GPS. По инициативе президента США Билла Клинтона, американские военные сняли все ограничения на точность определения местоположения с помощью спутников на ВСТА. Вскоре сначала в Америке, а затем и в других странах, начался бум космической навигации. А в России из-за резкого сокращения числа запусков спутников, ГЛОНАСС пришла в полный упадок. Срок кончился. Нам говорят, нет денег, нет денег. Мы тогда, МПО прикладной механики, Михаил Федорович Решетнев, лично ездил к президенту, доказывал ему, что надо. Ведь это национальное достояние России. Если мы сейчас упустим, то пропадет навигационный сигнал, у него нас отберут. В 1994 году началась война в Чечне. Бойцы, самопровозглашенные Чкерри, успешно использовали американские приборы спутниковой навигации. В отсутствие сигналов ГЛОНАСС, российские войска были вынуждены пользоваться захваченными у боевиков приемниками GPS. Удобная вещь, бог-то мой. Оказывается, она разрабатывалась, наша система ГЛОНАСС, то ли параллельно, то ли с опережением. Но, к сожалению, время угара скушало очень много наших разработок. Приходится пользоваться техникой вероятного противника. Оказалось, что нет рода войск, который бы не нуждался в простом и точном определении координат. Мы, когда выбирали наклонение орбиты, мы, естественно, выбрали у нас, у американцев там где-то 55 градусов наклонение, у нас 64. Значит, мы выбирали, исходя из обеспечения северных территорий. То есть там, где мы живем. Американцы живут южнее, поэтому они взяли более южное наклонение. Сейчас вы видите кадры уникального эксперимента по посадке тяжелого стратегического бомбардировщика на обычную двухполосную дорогу с помощью спутников «Ураган». Это является важным условием обеспечения действий авиации в случае начала войны и выведения из строя аэродрома. Совершенно новые возможности получает артиллерия. Командиры ракетных и артиллерийских соединений частей и подразделений должны постоянно знать свое местонахождение, а также определять с достаточной точностью координаты элементов боевого порядка. Это команда наблюдательных пунктов, стартовых позиций для ракетных войск и огневых позиций для артиллерии. В 1995 году в Кремле Борис Ельцин вручил академику Михаилу Решетневу орден за заслуги перед Отечеством. Вместо благодарности за высокую оценку своего труда, сибирский конструктор напомнил о том, что президент не выполнил данных обещаний и состояние дел с космической промышленностью продолжает ухудшаться. Вот он действительно там при награде сказал об этом. Ведь сказал слово, надо его выполнять. В 1996 году, спустя три года после принятия на вооружение системы ГЛУНАСС, Михаилу Решетневу, наконец, была присуждена государственная премия за ее создание, к сожалению, уже посмертная. 26 января 1996 года он умер. Шеп переживал колоссально. А ведь в те времена же было это все натравливание коллектива на своего начальника. Там все же хотели выбирать, не выбирать, снимать, не снимать. Я просто вот, это все на моих глазах происходило очень тяжело было. Он это переживал капитально. Спустя всего три года пророчество академика Решетнева о недопустимости использования иностранной системы спутниковой навигации стало сбываться. Совершенно секретно. 1 марта 1999 года. Брюссель. Начальнику штаба вооруженных сил НАТО в Европе, генералу Джону Лейну. Доведите до сведения начальников штабов и командиров дивизий, что на время операции по вторжению в Югославию планируется полное выключение навигационного сигнала открытого диапазона. Начальник штаба военно-воздушных сил США, генерал Кейн Патрик. Выяснились и другие неприятные особенности использования GPS. С помощью спутника можно определить местоположение самого пользователя. А его приемник – это хороший радиомаяк, на который может быть наведена ракета. В конце декабря 1999 года комиссия правительства Российской Федерации по военно-промышленным вопросам приняла решение обеспечить дальнейшее развитие системы ГЛУНАСС как национального достояния России, имеющего важное значение для обороноспособности и социально-экономического роста страны. Поставлена задача довести до полной конфигурации саму орбитальную группировку. И приоритет в этой системе отдан аппаратуре потребителей, то есть внедрение ее потребителям, то есть войска вплоть до солдат. Началось возрождение системы. Годы вынужденного простоя конструкторы НПО прикладной механики сумели использовать для создания проектов новых спутников ГЛУНАСС-М. Прежде всего, они отличаются большим сроком существования на орбите. Мы находимся на участке монтажа космической аппаратуры НПО прикладной механики в городе Железногорске. Обратите внимание, что здесь работают исключительно женщины. Считается, что только их нежные пальцы способны справиться со сборкой уникальной космической аппаратуры. Тщательность сборки и испытаний спутников Ураган позволила в два раза увеличить срок их службы на орбите. Сегодня он составляет уже 7 лет, а в ближайшем будущем возрастет до 15. Конец 20-го века стал временем расцвета высокоточного оружия. Обладая уникальными боевыми характеристиками, оно имеет целый ряд недостатков. Например, боеприпасы с телевизионным и лазерным наведением не работают при плохой видимости, связанной с погодными условиями или организованными дымовыми помехами. Другой метод наведения, позаложенный в память ракеты электронной карте местности, также не всегда надежен. В проведении боевых действий происходит существенные изменения как местности, так и населенных пунктов, так и ориентиров, заданных для полета ракеты. Миниатюризация приемной аппаратуры системы «Плунас» и «Джипеэс» позволила использовать ее не только на стратегических комплексах, но и при создании тактического вооружения. Сегодня на тульском предприятии «Сплав», выпускающем знаменитую систему залпового огня «Смерч», уже созданы ракеты с приемниками «ГЛОНАСС». Применение вот данной системы, спутниковой системы «ГЛОНАСС» позволит намного эффективнее поражать объекты. Навигация не единственное предназначение «ГЛОНАСС». Благодаря обратному каналу связи, система становится основой цифрового пространства боя. Каждая боевая единица будет точнейшим образом определяться на электронных картах командира. Таким образом, «ГЛОНАСС» становится основой ведения бесконтактных войн. Зная координаты противника, можно уничтожить его до прямого столкновения с ним в своих войсах. И все же основной упор сегодня сделан на создание аппаратуры для потребителей, в чем Россия значительно отстала. Спутник — это предмет гордости. Это предмет национальной гордости. Спутник — система, и это очень правильно. Человеку нужна услуга. Прибор в руке, который позволяет ему эту услугу использовать. Российские ученые, учитывая развитую структуру американской системы позиционирования, решили создавать приемники, способные использовать спутники «Нафстар» и «ГЛОНАСС». Первые приборы уже поступили в российскую армию. Командиры взвода управления, топы геодетическую привязку осуществили с помощью наземной аппаратуры потребителей космической навигационной системы. Готовность к ведению разведки в 10.30. В ракетные войска и артиллерии после долгих и продолжительных войсковых испытаний были созданы три модификации прибора — «ГРОД». На современном этапе мы имеем возимый «ГРОД-В», который устанавливается на подвижных объектах и бронетехнике. Затем носимый объект «ГРОД-Н» и малогабаритный для выполнения специальных задач. Вишня, Вишня, я Бог, как слышишь? Прием! Мальта, я Роса, цель 1001. Готовность 1 доложить. Дирекционный 4320, сориентировать прибор. Х-09-299. Х-09-299. Да. Игрек 85-717. Игрек 85-717. Да. Высота 126. Высота 126. 26 декабря 2006 года в 2 часа 50 минут на высоте около 19 тысяч километров над землей раскрылись солнечные батареи, и новые спутники заполнили бреши в глобальной навигационной спутниковой системе «Ланас». В конце 2007 года будут запущены еще три спутника, и «Ланас» заработает на всей территории России. В середине 40-х годов Уинсон Черчилль как-то заметил, что если Соединенные Штаты Америки сделал автомобиль, то Советский Союз – авиация. Следуя этой логике, можно сказать, что прорыв современной России в будущее должен обеспечить космос. Сегодня в НПО прикладной механике создано уже третье поколение спутников глобальной навигации «Ланас-К». Интересно, что впервые в истории космостроения они будут производиться серийно, как обычные автомобили. В ближайшее время система «Ланас» станет основой информационно-цифрового пространства, которое позволит России совершить стремительный скачок в области экономики и технологий, и одновременно создать армию, способную защитить ее независимость и свободу. Субтитры создавал DimaTorzok